Ну что, друзья, Spider Project выходит на сцену, и после этого у нас случится волнительный момент обсуждения, кто же сегодня проиграл. Пожалуйста, добрый вечер, меня зовут Сергей, я являюсь основателем проекта Spider Project. Пожалуйста, все те, кто планирует или занимается работой со сообществом ВКонтакте, обратите внимание на наш проект. Итак, для того, чтобы сразу было понятнее, чем мы занимаемся, как мы идти кейс, запасываемся песен через сеть ВКонтакте, единственное, куда идут трафика в ВКонтакте, поэтому мы написали для них софт, который позволил им получать больше клиентов. То есть у них в шапке самой группы есть подробная и безусловная инструкция, как заказать и ответы на все интересующие клиенты вопросы. Однако клиенты, как всегда, пишут в комментариях, подпоста, в опустениях, и менеджеры просто скрываются. Возникает хаос, возникают упущенные клиенты и снижается прибыль. Что же мы предлагаем? Наш софт позволяет практически мгновенно осветить активность совершаемого в группе ВКонтакте. То есть менеджеру нужно только ввести IT-группу ВКонтакте и после этого в софт, начиная самостоятельно, собирать всю активность. После того, как клиент написал комментарий, необходимо нажать уже на сам комментарий, после этого перечислить тот сам пост, написать быстро клиенту, ответить ему и завершить продажу. Также, весьма приятное дополнение, это то, что менеджер может отслеживать активность в других группах. Соответственно, он может красть конкурентов, красть клиентов у конкурентов. Извините, я вижу. Волнуюсь, они часто выступают в публичных. Итак, наши прямые конкуренты. Это флор-таргет, целебный таргет. Но наше ключевое отличие в том, что мы сыграем активность практически нгновенно. То есть данные компании могут предоставить вам информацию за большой пружинок времени. Мы же делаем это практически нгновенно, помогая снать и сохранить клиентов. Итак, что же у нас есть? У нас есть работающий софт и даже однопродажа. Вот что такое экспертная поддержка. Спасибо вам, Михаил, за первый у нас. На экране вы можете видеть данные официальной ВКонтакте. То есть это более 100 тысяч продаж в день. Нам есть куда расти. Рынок большой. Только мы нашли 10 миллионов, а 3 миллиона конечных сообществ на ВКонтакте. Это более чем огромный элемент, который мы собираемся завоевывать. Кто у нас есть в команде? Это ВКонтакте, разработчик, СМР-специалист и менеджер по продаже. Это мои контакты. И по всем вопросам, по всем рекомендациям, а возможно, я надеюсь, и по продаже, по кухне нашего подписка на наш сервис, пожалуйста, пишите, будем рады всем рекомендациям. Спасибо за внимание. Спасибо. Теперь, пожалуйста, Михаил, отнесите свой вот этот вопрос. Да, я так понял, что у меня теперь контроль не покинет. Ну, насколько я понял, мы то, что обсуждали, вы все же пришли. Ты просто не озвучил о том, что у вас три основные аудитории, да, целевые? Да, презентацию я озвучил, но помимо того, что нашими услугами могут пользоваться коммерческие сообщества, то есть, которые осуществляют посредственно деятельность по продаже чего-либо, также еще представительство бренда в интернете для отслеживания лояльности своей и быстрых ответов на негативные отзывы. Также могут нашим софтом пользоваться развлекательные сообщества, которым необходимо отследить именно эффективность своей рекламной компании. То есть, сколько, какой процент продаж с постов других группов, ну и так далее, не буду вдаваться подробно. Настя, СММ-щики, разли. СММ-щики, агентства, все, кто работает или планируют работать с ВКонтакте. А планы на залегкое будущее с этой темы? На... Ну, куда я инвестирую вообще? Итак, сначала мы сделаем выгрузку всех оповещений в Telegram для того, чтобы человек не только работая непосредственно с компьютером получал все оповещения, но также, когда он отходил к компьютеру, все равно им подкатили оповещения о том, что клиенты хотят купить. Также после нового года мы планируем выйти на скальную сеть Instagram, что является также большим весьма рынком нашего софта, и дальше мы узнаем выгрузку всех оповещений. Смотрите, а что уже сделано? Что уже есть? Итак, есть работающий софт. Мы... Что делаем? А что? А? Ну, он же не может быть... Софт никогда не бывает, представьте, в головной готовности. У него какие-то градации, готовности. Просто он уже вошел. В данный момент он сыграет понятарин с сообществом. Мы планируем внедрить также спор, лайк, репостер, для того, чтобы потом дать активную рекламу найти люди. И также планируем сделать выбор сут в Telegram. То есть постоянно вырабатывается софт, но на данный момент основная задача сутка уже реализована. Маленькое подчинение. Это ТУЗА больше для управления портфелем групп или магазинов, или ТУЗА для управления именно одним магазином, или кое-каком? Еще раз вопрос. ТУЗА – это инструмент. Маленькое дело. Спасибо. Спасибо. Эта штука позволяет управлять сотрудничественными группами или сообществами, или магазинами? Она позволяет управлять одним сообществом, и также отслеживать активность конкурентов. То есть это менеджер сообщества, можно готовы со своим сообществом, и также можно отслеживать активность конкурентов. Только с партнерами. Я услышал, мне кажется, здесь очень тонкая грани, точнее, очень тонкая проблема здесь, и вам стоит продавцировать портрет вашего клиента, так как нам держать в фокусе одно сообщество, оно, конечно, показывает невидимые примеры, но держать в фокусе одно сообщество относительно несложно. Сколько таких клиентов, когда это сложно становится, это большой вопрос. Смотрите просто, сколько это частотно встречается. Вот мы, я показал кейс, в данном примере было сообщество с оптичностью тысячи человек, и уже необходимо было до внедрения нашего софта 3-менеджера, сейчас мы заменили его одним, с нашей клубой. Спасибо. Поэтому, если сообщество превышает 20 тысяч человек, уже становится проблематично отслеживать все входящие комментарии, всю входящую активность одного менеджера. Поэтому приходится нанимать дополнительных, которые могли бы быть заменены в нашей клубой. Вот еще вопрос. Что входит в оптичность отслеживания конкурентов? Мы смотрим, все, активность. Из какой информации я получаю? Вот я купил, заплатил, 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 что пишут эти комментарии, и какая стоимость у товаров у конкурентов, то есть это не вывод продажа чего-то, как часто, я не знаю, что именно происходит перед всего это? Выходит в стоимость непосредственно мониторинг активности, то есть это все входящие комментарии, лайки, репосты и так далее. Всю информацию относительно того, какая цена у клиента, у конкурента, и остальная входящая информация о его продукте, вы можете самостоятельно ее получить, потому что это все-таки ваш конкурент, и, соответственно, вы сознательно начали его парсировать, потому что возле их стои тысячи. Мне проще за небольшие деньги отмечения в классе получать еженедельный, ежемесячный отчет о конкурентах. Мы все-таки нацелены не только не на получение про месяц информации о конкурентах, но нацелены на мгновенный ответ. Нет, понимаете, если я буду в своей большой компании, я буду в первую очередь это интересовать, потому что на свои отзывы я еще могу как-то ответить, и кому что боится о конкурентах, мне будет очень интересен. Я понимаю, и все-таки у вас есть не более конкуренты, вы их ставите на отслеживание, понимаете, что происходит реальная тенденция. Я не призываю воровать клиентов, но даже имея информацию о том, какая вы динамико продаж, скажите, что это на будущее, возьмем еще один новостей. Ну да, давайте запекарить, вы будете намладеть за то, что вы возьмете, я говорю. Еще вопросы есть? Давайте тогда все оставшиеся вопросы появились, пишите вопросы. Буду рад на них опять и позже. Спасибо. На этом наше мероприятие окончено. Спасибо, друзья. В принципе, можно расходиться, допивать водичку. Вот, сейчас наше машинное обучение с прикрученной аналитикой будут расписывать данные. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...